Вы знали, что самые современные истребители — это настоящие машины времени, которые способны изменить ход истории в считанные минуты? В этом видео вы увидите, как технологии, напоминающие научную фантастику, делают их абсолютными лидерами в небе. Одни могут исчезать с экранов радаров, как настоящие призраки, другие выполняют невероятные трюки, словно акробаты среди облаков. А некоторые вызывают такие жаркие дебаты, что можно подумать, будто они — кандидаты на Оскар, вместо того, чтобы просто охранять границы. Сейчас мы посмотрим, кто из них реально правит в небесах, а кто раздувает пыль технологий. Готовьтесь к рассказу об истребителях, которые заставляют сердца биться быстрее и делают воздух вокруг нас полем битвы технологий. Загадка от Скунсов В начале июля в социальных сетях авиастроительной компании Lockheed Martin появился загадочный пост, который вызвал большой интерес среди экспертов и любителей авиации. Этот пост был посвящен 80-летию секретного подразделения компании, известного как Skunk Works. Это подразделение славится своими революционными разработками и инновациями, которые изменили облик современной авиации. Серия Stories, опубликованных в честь юбилея, демонстрирует силуэты самых значимых разработок скунсов. Среди представленных моделей выделяются такие легенды, как сверхзвуковой самолет SR-71, а также истребители пятого поколения F-22 и F-35. Эти самолеты стали символами прогресса и высоких технологий в военной авиации. Однако среди этих известных силуэтов затесался один, который вызвал недоумение у экспертов, так как его невозможно было сразу опознать. Самолеты, разрабатываемые в рамках NGAD, проектируются с учетом новейших технологий, которые позволяют им скрываться от радаров противника. Они должны быть способны не только превосходить в скорости противовоздушные ракеты, но и эффективно действовать за пределами досягаемости зенитных установок. Это означает, что такие истребители смогут выполнять боевые задачи, оставаясь вне риска быть пораженными. Что же это за таинственный силуэт? Какие технологии будут применяться в новом истребителе и как они повлияют на будущее военной авиации? Скрытые сопла. Эксперты предполагают, что новый планер может быть настоящим технологическим прорывом. Представьте себе, летающее крыло без хвостового оперения, созданное для минимальной заметности на радарах противника. Могут ли такие инновации изменить правила воздушных сражений? Плоский нижний корпус ромбовидной формы, способный поглощать тепловую сигнатуру, и скрытые внутри фюзележа двигатели делают этот аппарат практически невидимым для врага. Как вы думаете, сможет ли это дать США значительное преимущество в воздухе? Загадочный силуэт также раскрывает еще одну деталь – фонарь, прозрачную часть кабины, намекающую на возможность пилотируемого управления. Но что если этот самолет будет также управляться дистанционно? Ведь истребители шестого поколения разрабатываются с расчетом на такие опции. Давайте задумаемся, возможно ли, что это двойное управление станет стандартом для будущих воздушных машин? Однако самое интригующее в этом проекте – это его тайна. Нет официального подтверждения, что этот силуэт действительно принадлежит NGAD. Может ли это быть отвлекающим маневром или экспериментальным прототипом? Единственное, что ясно – в США активно работают над созданием истребителя, способного переписать законы воздушной войны. Какой секрет скрывает эта передовая машина? Оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Новая структура. За несколько дней до презентации на базе Эдвардс в Калифорнии была сформирована специальная группа – CTF – ответственное за летные испытания нового истребителя. Параллельно с этим проводятся тесты новых технологий для F-22. С этим самолетом у NGAD особые отношения. Именно Raptor он должен заменить. В свою очередь, истребитель пятого поколения служит платформой для обкатки некоторых технологий NGAD. Об этом упоминается в официальных документах Пентагона. То есть тут, улица с двусторонним движением. На F-22 уже заметили по меньшей мере три вида инновационного покрытия, а также подкрыльевые контейнеры, изготовленные с учетом требований малозаметности. По мнению экспертов, там размещены средства РЭБ – Системы инфракрасного поиска и отслеживания – АРСТ. Это оборудование может значительно повысить эффективность истребителя в боевых условиях. В целом, сотрудничество между F-22 и NGAD представляет собой важный шаг в развитии военной авиации. Оно позволяет не только улучшить характеристики существующего истребителя, но и разработать новые технологии, которые будут использоваться в будущих проектах. Это сотрудничество подчеркивает важность взаимодействия между различными программами и проектами в области обороны. Выдающиеся характеристики Новый американский истребитель, разрабатываемый в рамках программы NGAD, будет оснащен передовыми технологиями. Они позволят ему эффективно выполнять задачи на больших расстояниях и с высокой точностью. Самолет сможет взаимодействовать с другими воздушными и наземными системами, что сделает его еще более полезным для военных операций. Выдающиеся характеристики, которыми будет обладать истребитель шестого поколения. Высокая скорость и маневренность Самолет сможет развивать скорость, превышающую скорость звука, и выполнять сложные воздушные маневры. Это позволит ему быстро перемещаться и эффективно маневрировать в воздухе. Малая заметность Истребитель будет оснащен технологиями малозаметности, которые сделают его невидимым для радаров противника. Это поможет самолету избегать обнаружения и поражения вражескими системами ПВО. Передовые системы вооружения Самолет будет вооружен современными ракетами, бомбами и пушками. Это обеспечит ему высокую огневую мощь и эффективность в бою. Интеграция с другими системами Истребитель будет интегрирован с другими военными системами, такими как системы управления огнем, системы разведки и целеуказания. Это позволит самолету получать информацию о поле боя в реальном времени и координировать свои действия с другими подразделениями. Секреты Зоны 51 Представьте себе, небо над печально известной Зоной 51 озаряют таинственные силуэты двух объектов с необычным дизайном летающее крыло. Что это? Фантастика или реальность? По словам инсайдеров, это могут быть прототипы нового истребителя шестого поколения, разрабатываемого в рамках программы NGAD. Эти демонстраторы тестируются в условиях строгой секретности. А как иначе, если речь идет о технологии, которая должна превзойти все, что существует сегодня? Пока информация ограничена, но известно, что за право стать производителем этого истребителя соревнуются три гиганта авиаиндустрии – Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman. Кто из них в итоге станет лидером и возьмет на себя ответственность за создание самой передовой боевой машины? Задумайтесь, 200 самолетов стоимостью сотни миллионов долларов каждый. Это не просто проект. Это ставка на будущее военной авиации США. Что сделает этот истребитель уникальным? Возможно, это будет машина, способная на такие маневры и операции, которые кажутся невозможными для современных самолетов. Как вы думаете, какие технологии скрываются за этими проектами? И почему все это окружено такой завесой тайны? Может, мы на пороге новой эры, где границы реальности и фантастики стираются? Последний пилотируемый. Американские истребители всегда были символом технического превосходства и инноваций в военной авиации. Сегодня внимание всего мира приковано к программе NJAD – Next Generation Air Dominance, которая обещает создать истребитель шестого поколения, способный переписать правила воздушного боя. Этот истребитель разрабатывается с учетом самых современных технологий. Во-первых, малая заметность делает его практически невидимым для радаров, что дает значительное преимущество в бою. Плоский ромбовидный планер, скрытые сопла и специальные покрытия корпуса минимизируют радиолокационную и тепловую сигнатуры. Во-вторых, высокая сетевая интеграция. Истребитель станет частью единой системы, в которой объединены самолеты, дроны, наземные и морские силы. Это позволит мгновенно обмениваться данными, координировать действия и применять оружие с высокой точностью. Одной из главных инноваций станут автономные дроны-помощники, которые будут сопровождать истребитель. Они смогут выполнять разведывательные миссии, отвлекать противника или наносить удар. Эта концепция кардинально изменит тактику воздушных операций. Кроме того, увеличенная дальность полета и грузоподъемность сделают этот самолет идеальным для конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где расстояния между базами и зонами боевых действий особенно велики. Но главный вопрос остается открытым. Сможет ли «Энгад» действительно стать оружием будущего, которое изменит баланс сил в небе? Или конкуренты представят ответ, который оставит его далеко позади? Су-57. На выставке Airshow China 2024 года российский Су-57 стал настоящей сенсацией. Тысячи зрителей наблюдали за его демонстрационным полетом, где он показал исключительную маневренность и способность выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Боевой опыт этого истребителя — одно из его ключевых преимуществ. Он неоднократно участвовал в реальных боевых операциях, где доказал свою эффективность против систем ПВО и в воздушных боях. Именно это делает его серьезным конкурентом на международной арене. Однако, несмотря на впечатляющие летные характеристики, Су-57 не обошелся без критики. Эксперты отмечают, что малозаметность — один из главных трендов современной авиации — остается слабым местом этой модели. Конструкция самолета имеет открытые заклепки и неравномерные соединения, что увеличивает радиолокационную заметность. Кроме того, отсутствует полноценное использование радиопоглощающих материалов, что также снижает уровень стелс-технологий. Возникает вопрос, сможет ли этот истребитель адаптироваться к новым требованиям и соответствовать стандартам малозаметности, которые предъявляют современные боевые операции. Если эти аспекты будут улучшены, Су-57 может стать еще более значимым игроком в мире военной авиации. А что вы думаете, может ли такой самолет конкурировать с лучшими стелс-истребителями мира? F-22 Lockheed Martin F-22 Raptor стал настоящей революцией в мире военной авиации. Это первый в мире истребитель пятого поколения, который был создан с одной целью — абсолютное господство в воздухе. Его уникальные характеристики сделали его эталоном для других боевых самолетов. Малозаметность F-22 — один из его ключевых преимуществ. Использование специальных материалов и продуманной геометрии позволяет Raptor оставаться практически невидимым для радаров, что делает его настоящей угрозой для противника. Высокая маневренность достигается благодаря передовым двигателям с вектором тяги, что позволяет F-22 выполнять сложнейшие маневры в воздухе, недоступные для других самолетов. F-22 оснащен современными системами вооружения, включая ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также мощные средства радиоэлектронной борьбы. Эти технологии делают его универсальным истребителем, способным решать широкий спектр боевых задач. Однако даже у такого совершенства есть свои недостатки. Высокая стоимость производства и обслуживания стала основной причиной того, что программа была ограничена всего 187 построенными самолетами. Но, несмотря на это, F-22 остается недосягаемым конкурентом на поле боя. Как вы думаете, сможет ли Raptor и дальше удерживать лидерство, учитывая развитие новых технологий? Eurofighter Typhoon Eurofighter Typhoon — это один из самых успешных совместных проектов в истории европейской авиации, который объединил усилия Германии, Великобритании, Италии и Испании. Этот истребитель четвертого поколения представляет собой образец инженерной мысли, сочетающий в себе скорость, маневренность и передовые технологии. Typhoon способен развивать скорость свыше двух махов, что делает его одним из самых быстрых самолетов в своем классе. Высокая маневренность достигается благодаря уникальной конструкции крыла и системы управления, что позволяет ему доминировать в ближнем воздушном бою. Истребитель оснащен современными системами вооружения, включая ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», что делает его универсальным и пригодным для различных боевых задач. Уникальная система сенсоров и радаров позволяет обнаруживать противника на дальних расстояниях, а интеграция с другими боевыми системами обеспечивает превосходство в сетицентрических операциях. Eurofighter Typhoon широко используется странами НАТО и их союзниками, что подчеркивает его надежность и эффективность. Этот самолет стал символом европейского сотрудничества и мощным инструментом для обеспечения безопасности региона. Как вы думаете, сможет ли Typhoon сохранить свою актуальность в условиях стремительного развития новых технологий? Dassault Rafale Dassault Rafale – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, созданный французской компанией Dassault Aviation. Его универсальность и эффективность сделали его гордостью французской авиации и успешным экспортным продуктом. Rafale способен выполнять широкий спектр боевых задач – от воздушного превосходства и ударов по наземным целям до противокорабельных операций. Эта многофункциональность достигается благодаря продвинутой электронике, интеграции ракет и систем вооружения последнего поколения, а также адаптируемости к различным театрам военных действий. Истребитель оснащен современным радаром с активной фазированной антенной решеткой – АЭСа, что позволяет ему обнаруживать и сопровождать несколько целей на больших расстояниях. Его способность нести широкий ассортимент вооружений, включая ракеты класса «Воздух-воздух», «Воздух-земля» и противокорабельные ракеты, делает Rafale идеальным выбором для многоцелевых миссий. Особого внимания заслуживает его эксплуатационная надежность. Rafale успешно применяется Францией в военных операциях, начиная от Ливии и Мали до Сирии, что доказало его способность работать в сложных условиях. Благодаря этим характеристикам истребитель экспортируется в такие страны, как Индия, Египет и ОАЭ, где он стал основой боевой авиации. Как вы думаете, сможет ли Rafale продолжить доминировать на мировом рынке истребителей, несмотря на конкуренцию со стороны новых моделей пятого поколения? Я рассказал об уникальных примерах того, как технологии будущего определяют настоящее в военной авиации. Мы находимся на пороге новой эры, где истребители становятся платформами для инноваций от сетевых систем управления боем до интеграции с автономными дронами. Какая из этих машин станет эталоном? Какое будущее ждет пилотируемую авиацию? И сможет ли человек удержать лидерство в небе, где все больше места отводится умным машинам? Если вас вдохновляют такие темы, не останавливайтесь на просмотре, присоединяйтесь к нашей команде и помогайте создавать захватывающий контент, который поражает воображение и раскрывает самые интересные аспекты мира авиации. Если вы умеете монтировать видео, озвучивать ролики или писать сценарии, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Напишите нашему телеграм-боту и станьте частью проекта, который меняет представление о технологиях. Давайте вместе рассказывать о том, что происходит в небе, на земле и в мире инноваций.